здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 5 часов 54 минуты 13 03 2013 года тема у нас будет я такие звуки интересные слышу на заднем плане код двинул двери тема будет тема у нас прогноз изменения климатических условий на основании старинных карт и очень много интересного я сказал бы спилберг отдыхает и все это обосновано на примерах наших сказках и то что мы можем увидеть вообще перепроверить много раз поддается логике и так Вячеслав могу начинать да вот этот в дудку я не знаю кто там дудит это для записи не очень комфортно я думаю в дудку дудить не стоит на записи доброе утро уважаемые пользователи и слушатели интернет поехали что мы можем узнать интересно на старинных картах как ни странно они может быть в основном отретушированы может быть они поддельные но нам обычно показывают два полушария вот ну как здесь вот данный участок пол но практически не видим то есть географы не могли или не было возможно возможности нарисовать вот этот участок то же самое касается австралии я прошу просто сакцентировать на это внимание и пойдем дальше но есть еще несколько карт вот такая вот карта у нас она практически отображает картину также но вот видите у нас линии экватора которую мы привыкли видеть на всех картах даже современных ну практически не отрисовывают но она есть на данное время не отрисовывают нулевая широта так называемая но на этой карте есть одна особенность это вот это непонятно косинусоида видите я думал что это на и но она единственная такова как выяснилось нет есть еще у нас на старинных картах есть еще тоже варианты сейчас я вам найду даже на режиме сейчас вот пожалуйста сожалению качество не очень то есть большое но хорошая ладно но смотрите сравним две карты здесь синусоида идет вниз а здесь синусоида идет вверх кто ранее не видел видео есть различные карты то есть у нас есть шарообразный вариант отображения карт конусообразная цилиндрически образная и азимутальная данном случае мы воспользуемся азимутальная потому что она применяется для прокладки маршрутов для моряков и авиации в интернете и на наших любимых источниках как википедия к сожалению вы не увидите я взял вот так вот такую карту ну там где странно то есть отрисованы чтобы мы более-менее видели общую картины вот смотрите прорисован вот этот экватор то есть мы будем сейчас сразу в онлайн режиме сравнивать эту картину видите пересекает северную часть южной америки и центральную часть африки идет через острова там где находится филиппин мы перекладываем для того чтобы на этой модели могли более спокойно ориентироваться смотрите вверх все южной америки центр африки и филиппины ну и дальше круг заканчивается так а теперь на этой карте нанесем вот эту синусоиду я честно говоря не имел представления что это такое решил попробовать эту синусоиду нанести на азимутальную карту запоминаем как она прокладывается смотрите перегиб у нас южной америки там где заканчивается южная америка центр атлантического океана африка пересекает там где находятся объединенные арабские эмираты индия современная и проходит через филиппины под определенным углом а теперь давайте попробуем ее перенести добавить эту полоску то есть как помним у нас находится пересечение вот в данном кусте вот в антальтическом океане все заметили то есть грубо говоря мы практически нанесли этот кусочек и обратите внимание если сейчас современный северный полюс находится посередине то в то время северный полюс находился там где америка и это уже начинает объяснять что здесь более прохладное место поэтому здесь скорее всего были льды и поэтому картографы отрисовать это не могли то же самое касается австралии экватор отошел то есть перемещение солнца практически основное тепло отошло от австралии и поэтому скорее всего было более охлажденным и поэтому исследователям туда добраться было не очень удобно исследовать эту территорию дальше берем такую же карту только в обратном варианте нарисованы синусоиды запоминаем мексика современная куба пересекается практически там ну то есть пересекается с экватором в том же месте юг африки и идет уже с другого угла на филиппины накладываем тоже на эту карту мы используем эту модель для исследования берем другой круг другого цвета накладываем на экватор как у нас является основополагающим от которого мы отталкиваемся для того чтобы все луги были одинаковы то есть мы смотрим на ту ту же карту опять же еще раз повторюсь для того чтобы мы ничего не спутали мексика куба современная африка и потом через филиппины пересечение идет в этой же точке сравниваем с той картой она идет практически ну то есть соединение в этой же точке итак перемещаем юг вот у нас получается смотрим вниз карты то есть мексика куба пересечение в том же месте юг африки через филиппины и возвращается вот вот так вот чтобы пытаясь просто перенести в нужном месте давайте перемещение полюсов чтобы не быть не голосного перемещение северного полюса про южный нам информации практически нету северного полюса обратите внимание картинки ищем картинки я заранее видел эти картинки и выбрал самую простую модель то есть до 2000 года северный полюс перемещался в сторону Северной Америки и после 2003 года по 2015 он начал перемещаться в сторону Европы то есть магнитный полюс идет в сторону Европы это не мое предположение это в основном говорят внешние источники просто мы это должны понимать что вот это подтверждение и так обратно возвращаемся на эту карту и попытаемся отобразить этот круг я просто сделаю то то же самое давайте сделаем его ну какой хотите давайте синим чтобы отличался от общей цветовой гаммы так вот у нас накладываем тоже на экватор чтобы он совпадал чтобы они были соразмерными и вот вот смотрите я навожу на центр и веду в сторону Европы всем видно что то есть я переместил в сторону Европы вот этот полюс ну то есть не полюс экватор он сместился вы в конце поймете почему идет такая техническая особенность просто главное запоминать то есть еще раз повторюсь у нас желтым отображен современный экватор там где находится все посередине на азимутальной карте мы используем как модель второе на старинных картах у нас идет красное смещение в одну сторону и смещение оранжевым в другую сторону то есть что отображено на старинных картах это не мой вымысел можете перепроверить дальше согласно официальных источников северный полюс идет в сторону Европы вот вам пожалуйста вот этот круг синий он находится я специально центр не отвожу дальше определенных широт как было ранее чтобы оставался тот же принцип чтобы мы не удивлялись то есть как бы не уходили от динамики оно все повторяющийся тут уже идет в сторону Европа это один из источников дальше теперь и на одной из карт скажем так потом я вам покажу это подтверждение пока начнем экскурс так опять буду обращаться к чату то есть какие-то так пока успеваем за ходом мысли есть какие-то вопросы прошу писать в чат я уже заговорюсь потому что уже двое суток практически не сплю так мне буквально сегодня досталась очень интересная карта парень занимался историей и искал своеобразные документы с со времен войны ему достались карты которым вроде бы пользовались инженеры и исследовательские институты Германии ну может вы слышали про новую швабинку так сейчас я открою эту картинку так попробую отобразить вот оно так вот как вы видите практически у них используется эта же модель азимутальной карты она немножко по-другому нанесена и нарисована в три четверти на эту карту мы еще будем обращаться не раз и здесь есть очень важные показатели на которые мы должны сориентироваться они оказываются на старинных картах нанесены не просто так а это можно считать практически современным по представлению некоторых инженеров скажем так кусочек нашей земли имеет вот такую форму мы сейчас не будем спорить и так или нет просто принимаем пример и объясню почему это примерно действительно вы очень много найдете на каналах я не хочу это все дублировать по поводу плоской земли посмотрите сами мы сейчас рассматриваем только вот эту модель в библии даже описано что бог разделил землю и воду вот и примерно такую создал структуру если посмотреть с инженерной стороны вот это и вот это вода грубо говоря грубо говоря то есть моря соединены с небесным куполом это не совсем точно это примерная модель и почему когда светит солнце небо голубое да потому что оно освещает водную водяную гладь это одно из наблюдений далее если это система то получается если тут льды иногда встречается то значит здесь активно работает система выпорска воды то есть должен быть обмен между этим то есть это скорее всего охладительный контур если бы я как инженер я бы здесь сделал выпорск и соответственно здесь при определенных давлениях при быстрых течениях здесь бы в некоторых местах шло бы охлаждение это просто обычный экспорт физики мы сейчас немножко отвлечемся и давайте посмотрим приливы и отливы все всегда задавались вопросом откуда появляются приливы и отливы многие считают что это влияет луна я сам задавался очень долго этим вопросом и сегодня получил на это ответ как ни странно приливы и отливы луна все что угодно то есть это тоже можете посмотреть в интернете и посмотреть мне не очень много видео которые снимает National Geographic и тому подобное ничего не объясняет а только показывает само событие приливы и отливы карта мы сразу ей воспользуемся этими картинками сейчас я вам выберу такие интересные нам нужно сейчас здесь увидеть направление может быть здесь она есть сейчас секундочку нет к сожалению здесь у меня не сохраненных сейчас секундочку направление и не буду ваше время занимать это можно найти мы откроем вот эту карту динамическую которая нарисована в гифке обратите внимание перемещение приливов и отливов идет практически в одной динамике только определенные заливы то есть могут увеличиться нам в два раза быстрее и если вы посмотрите на картах на этих картах нарисовано что основное течение идет вот вдоль антарктиды неважно эта модель шарообразной или в этом духе но течение запоминаем что идет доля антарктиды в одном направлении грубо говоря с запада на восток и идут уже закругления вверх ну грубо говоря то есть у нас это выглядит я сделал легкую наброску мне времени на это сильно много не было грубо говоря вот идут течения которые нарисованы и они заворачиваются вот идет на свой гольфстрим заворачивается здесь свои потоки завихрений нас пока интересует вот этот охладительный выпрос между прочим хочу вас уведомить что у моряков есть такое понятие как ревучие сороковые в южном полушарии это место моряки моряки стараются обходить и не прокладывать здесь маршруты почему потому что здесь очень высокие волны и суда которые здесь занимаются рыбным промыслом получают очень хорошие зарплаты именно в этой части тихого океана в основном это частично в индийском это вам к сведению ну иногда конечно и в атлантическом то есть как нас как меня уведомили то волны ну как бы человек рассказал мой знакомый который там ходит по сей день в морях и зарабатывает уже много там лет волны достигают порой 12 метров и как они выражаются иногда в их команде волна дает первое в педагог в педагог смотри вот я допустим если бы я пропустил бы выложил бы на свой канал бы вот этот твой доклад как ты сейчас использовал крепкое слово и и мне получается надо краснеть перед слушателями и зрителями это эфир, но он затеряется среди тысяч эфиров спасибо хорошо, я не хотел ты знаешь, что я по сути не ругаюсь да, знаю это сделал так экскурс с определением как выражается смотрите, ладно продолжим вот смотрите на данную картинку возвращаемся к этой картинке что самое интересное как видите, здесь основной поток к выпрыски в одну сторону и если мы посмотрим опять же на эту карту, зря я ее закрыл, получается я как зря я ее закрыл сейчас секунду получается такая картина, смотрите вот этот копол мне как инженеру я решил подойти с ракурса инженера если купол предположен что он искусственный то мне проще управлять перемещать крышу чем саму основу это подчиняется вроде бы как логике и одновременно для того, чтобы скажем так менять в контуре поток воды то есть охлаждать и создавать здесь динамику как в аквариуме чтобы она не застаивалась и создавать так называемые приливы отливы все такое и тут решается такой момент движения этого попола то есть получается не просто так у нас перемещается сверху головой звезды луна и солнце сейчас я вам покажу примеры и они подчиняются логике смотрите течение является отталкивающимся а солнце перемещается по экватору отталкивающийся эффект идем так далее на вот относительно старой карте мы обратимся вот в левый угол и она очень похожа на азимутальную но что на ней есть интересное вот этот круг то есть есть у нас основной экватор современный который описывает равность центр и вот этот круг смещения то есть он идет в сторону дальше от Африки то есть Африка Юг Африки был когда-то охлажден и отнесен ну и Аляска было теплым местом и на карте грубо говоря так получается это выглядело примерно вот так вот то есть вот смотрите я за центр взял и он был смещен в эту сторону вы успеваете за потоком мыслей получается желтый у нас экватор современный который находится посередине этой модели потом потом желтый который был нарисован в 1670 году то есть есть карты датировка там не точная и в 1700 в 1700 году красным отрисованы и вот на этой карте которая у меня относительно недавно появилась уже смещена подальше подальше от юга Африки в другую сторону вот он пожалуйста то есть юг Африки более охлажденный экватор смещен то есть этого куска пазли к сожалению не хватало и теперь так я его специально перекрашу в какой-то яркий свет чтобы было понятно что это все прошедшее время прошу прощения так дальше а современный ну и подтверждение вот этих данных грубо говоря мы сейчас увидим почему это выглядит так с технической стороны так подтверждение то есть вот этом то есть мы берем перемещаем в противоположную сторону и мы получаем но обязательно он должен пересекаться с экватором но не уходить в определенный угол в противоположную сторону от розового вот у нас получается примерно такая картина выводить пока не буду потому что это долгое время дальше на этой карте старинной есть вот интересные рисунки как сказка обратите внимание по сторонам у нас стоят какие-то здоровые человечки нарисованы что они делают то есть непонятно ну наверное вы думаете что это украшение как известно вот кто был в Петербурге и в старых городах очень часто нарисованы атланты которые держат балконы различные ну то есть они держат в основном потолки и входящие кровли то есть вместо колонн либо вместе в ансамбле вместе с колоннами стоят так вот так называемые атланты держат купол этот смотрите как удивительно они находятся прямо по курсу смещения непосредственно именно экватора от центра представляете четыре атланта функционируют то есть атланты мы называем просто ассоциацией ассоциацией древнегреческой мифологии но тем не менее атланты это скорее всего держатели здорового механизма вот один второй третий четвертый и что происходит при ну я как инженер я понимаю что нужно обслуживать эти технические узлы и правда то есть получается для того чтобы разгрузить один из атлантов остальные три выдержат надо сместить купол в их сторону и это двинуть от атланта которого мы собираемся ремонтировать грубо говоря отодвинуть от купола и сделать регламентные работы и на этой картине модели скажем так мы видим то есть все смещения которые были до этого то есть у нас он стоял работали все четыре атланта до этого регламент делали с одной стороны с другой стороны и с третьей и согласно прогноза в интернете что будет смещение экваторов точнее северного полюса в сторону Европы начинает вкладываться в эту картину то есть следующий атлант как раз должен пройти тех обслуживание и соответственно надо будет сместить эту систему вот от этого атланта то есть получается вот этот левый нижний угол то есть мы смещаем вот этот угол для того чтобы провести регламентное обслуживание чтобы дальше правильно функционировала вот эта система охлаждения то есть как в сказках пишется что 39 царство 30 государство то скорее всего это не имелось ввиду что государство на этой территории а люди ходили за эти государства а это назовем определенные локации как выиграл да эта система охлаждения очень похожа но и обязательно надо вести динамическое перемещение воды иначе она начинает застаиваться и пропадать и надо же прогонять через фильтры естественные или искусственные я честно в реализме в реализме